Сколько стоит корова? Покупка крупного рогатого скота – это важное событие в жизни сельского хозяина. Нужно купить такой скат, который подойдет наилучшим образом для конкретных условий содержания. Статья расскажет о том, сколько стоит корова и как именно формируется цена, когда покупают и продают. Ответ на этот вопрос потребуется в том случае, если фермер занялся разведением крупного рогатого скота. Важно! Перед покупкой необходимо решить, каким именно направлением необходимо заняться. Для этого нужно выбрать и следующих вариантов выращивания коров – молочный скот, молочно-мясное направление, мясной скот. Если фермерское хозяйство является успешным, то возникает необходимость в его расширении. В этом случае владелец может решить, что ему необходимо дополнительно закупить буренок. Это можно сделать в России или в Европе. На заметку, возможность скупить этих животных предоставляют те животноводческие хозяйства, которые специально выращивают КРС на продажу. Сколько стоит молодая буренка? При покупке телят некоторых можно приобрести в 2018 году за цену, которая находится в пределах от 5 до 7 тысяч рублей. Однако существуют и такие телята, цена за которых равна 60 тысячам рублей. Такой большой разброс цен объясняется тем, что цена на конкретное животное может зависеть от различных факторов. Основная причина расхождения в цене – это порода крупного рогатого скота. Обычно молодых буренок относят к одной из двух категорий породистые животные, у которых имеются племенные свидетельства. Товарные телята – на заметку. Хотя при покупке животных нужно учитывать, для чего их покупают, для получения молока или мясных продуктов, тем не менее, большую популярность получил скат мясомолочного направления. В средней полосе России популярны породы красностепная и семментальская. Если есть необходимость сосредоточиться на выработке телятины, то имеет смысл приобрести телят гирефордской породы, которые будут стоить дороже, чем другие. Следующий фактор, который необходимо учесть – это возраст. При этом нужно принять во внимание, что молоденькие телята быстро растут. В большинстве случаев их продают в возрасте от полутора недель до двух месяцев. На заметку, рекомендуется закупать телят ранней весной. Это связано с тем, что им необходима трава или сено. Если это сделать зимой, то потребуется для животных сделать запас заранее. При покупке теленка цена зависит от того, какой вес он набрал к этому времени. Если животному отроду две или три недели, то обычная цена составит примерно 5000 рублей. При качественном уходе буренка будет быстро набирать вес. На месячного теленка цена вырастет до 6000 рублей. Если приобрести животное в возрасте трех месяцев, то из-за его откорма цена коровы на продажу повысится до 8000. В возрасте от трех до девяти месяцев телят решает продавать редко. В это время диапазон возможных цен вырастает до суммы от 10 до 60 тысяч. При этом максимальная цена уже приближается к цене взрослой коровы. На заметку, приобретая по наибольшей цене, необходимо потребовать племенное свидетельство удостовериться в том, какая порода у этого животного. И, осмотрев его, убедиться в высоком качестве приобретаемого рогатого скота. Сколько стоит взрослая корова? Имеет значение возраст коровы на заметку. Цена на приобретение взрослой коровы определяется многими факторами. При покупке необходимо составить свое мнение о следующих качествах буренки. Нужно принять во внимание, для какой именно цели планируется приобрести в хозяйство корову. Покупку нужно делать с учетом особенностей, присущих молочному или мясному направлению. При покупке КРС нужно проверить, есть ли у него признаки заявленной породы. Важное значение имеет коровий возраст. Это могут быть маленький теленок, буренка, который несколько месяцев от роду, или взрослое животное. Важно учитывать то, что это уже рожавшая самка или у нее до сих пор не было телят. При покупке надо оценить внешнее качество животного. В зависимости от того, как оно выглядит, можно сделать заключение о качестве ухода за ним и о здоровье буренки. Важны не только физические качества, но и темперамент, характер коровы. При покупке необходимо узнать показатели продуктивности животного. Обычно при этом интересуются живым весом удоями для дойной коровы и возможным выходом продукта при забое животного. Имеет значение качество молока, как в проходе доения. Для того, чтобы объективно оценить дойную корову, нужно поинтересоваться вкусом молока, жирностью и количеством белка, которое в нем содержится, если ее доить регулярно. Животное до того, как оно было выставлено на продажу, приобрело определенные привычки. Для того, чтобы оно было более продуктивным на новом месте, нужно поинтересоваться, какие у него особенности поведения и к чему оно приучено. Нужно уточнить, привыкла ли молочная корова к доильному аппарату. При покупке рекомендуется предварительно собрать информацию о том, какая репутация у продавца. Такие сведения помогут снизить риск покупки больного или ущербного животного. При приобретении животного необходимо учитывать, для чего именно делается такая покупка корову приобретают в домашнее хозяйство. Речь идет о закупке фермером рогатого скота для его бизнеса. Средняя цена на покупку стильной коровы в большинстве районов России в среднем составляет 60 000 рублей. На заметку, чтобы определить, сколько стоит живая корова, нужно связаться непосредственно с продавцом. Разница в цене на породы коров При покупке коров мясного направления наиболее значимым признаком при сравнении цены различной породы является их мясная продуктивность. Чем быстрее такие животные набирают вес, тем большую прибыль они дадут. Соответственно, и стоимость их покупки будет более высокой. Однако при определении выхода мяса будут иметь значение и другие факторы, а не только один упомянутый условие, в которых нужно выращивать. Корову – средний вес животного во взрослом возрасте, процент выхода продукта при убое, вес костей рогатого скота, вкусовые характеристики. На заметку, корова молочного направления обычно стоит дороже, чем те, которые относятся к мясным породам. Связано это с тем, что, давая молоко, коровы приносят прибыль обычно на протяжении более 15 лет. Их стоимость прежде всего зависит от качества и количества молока, которое производит данная порода. Подводные камни при купле-продаже. Если покупать дойных коров, нужно учитывать их возраст. Некоторые хозяева стремятся купить очень молодую усыпь. Это не всегда оправдано, ведь в этом возрасте животное еще не привыкло к процедуре доения и будет первые месяцы бурекаться при проведении таких попыток. Некоторые специалисты считают, что оптимальным выбором при покупке дойной коровы будет такая, которая уже телилась два или три раза. Считается, что в этом случае буренка показала свою силу и здоровье еще не является старой. Предполагается, что корова будет радовать своего хозяина обильными удоями. Подводные камни при купле-продаже. Когда нужно купить, телят покупателя рассчитывает на определенный возраст животного. Недобросовестный продавец может предложить малорослого животного, выдав его за теленка. Покупатель будет рассчитывать, что он еще может вырасти, но на самом деле это вряд ли произойдет. Поэтому нужно помнить, что возраст телят нельзя определять только по их внешнему виду. Совет от опытных животноводов. На заметку, для того чтобы правильно выбрать корову при покупке, нужно сначала решить, для какой именно цели ее необходимо приобрести. При покупке крупного рогатого скота молочного направления надо внимательно осмотреть вымя животного. Не стоит покупать корову, у которой оно является обвислым. Можно попробовать предложить буренке угоститься кусочком хлеба. Если она к подарку проявит небольшой интерес и подойдет к человеку медленно и в разволочку, то имеет смысл обратить на это животное. При покупке особое внимание. Если подоить корову, то нужно присмотреться к тому, какая будет струя. Желательно, чтобы она была обильной, а полученное молоко, насыщенным по внешнему виду. Если попробовать свежее молоко, то вкус его у здоровой коровы должен быть сладковатым. Если буренка болеет, то в большинстве случаев при питье будет ощущаться горечь. В этом случае от покупки такого животного имеет смысл воздержаться. На заметку, при покупке крупного рогатого скота важно смотреть на то, в каком состоянии находится корова. Если предыдущий хозяин заботился о ней, то она будет не только здоровой, но и чистой. Коровы очень сильно привлекают к дому. После того, как у них появится новый хозяин, они будут в течение некоторого времени нервничать, что может сказаться на лбаях молока. Чтобы буренка скорее привыкла к новому месту, рекомендуется окружить ее заботой. Коровы очень сильно привыкают к дому. Покупку животных можно сделать у больших животноводческих хозяйств, у фермеров-частников. Второй вариант является гораздо более распространенным, но при этом он одновременно более рискованный, легко можно купить слабое. Или больное животное по более высокой цене. Важно! Покупая в крупных хозяйствах, фермер снижает риск возникновения проблем. Кроме того, при покупке имеет смысл убедиться в том, что необходимые прививки коровам были сделаны. В крупных хозяйствах обычно с прививками бывает все в порядке, при этом покупателю могут быть предоставлены соответствующие документы. Покупка коровы зависит от многих факторов, которые необходимо учитывать при выборе. Чем качественнее будет сделан выбор, тем больше пользы принесет хозяину приобретенное животное.